С одной стороны, россияне. Россияне хотят убить меня за то, что я житель Украины. Они уже год и восемь месяцев бомбят Киев ракетами, пытаются пробиться сюда, чтобы устроить резню в Киеве. В частности, сейчас, вот прямо сейчас, они пытаются взять штурмом Авдеевку, повторив там. Деды же у них воевали, что-то там могут повторить. И вот они пытаются повторить результаты Курской битвы, которая была примерно там, более-менее в том районе. Про это мы сегодня немножко поговорим. Но в это же время палестинцы хотят меня убить за то, что я израильтянин. Сегодня движение Хамас объявило всемирный еврейский погром. И уже процессы пошли по всему миру. В Китае напали на сотрудника израильского посольства, везде усилена охрана посольств, еврейских центров различных культурных. И в арабских странах массовые демонстрации. Если бы вы видели, что происходит в центре Багдада, что происходит, где еще, в Йемене. Йемен вообще попросил, чтобы ему Саудовская Аравия дала коридор в сектор Газа, чтобы можно было пройти и приступить в войну с Израилем. В Ливане большие беспорядки. Во Франции, чего уж там тоже мусульманские выступления на эту тему. В Иордании, так как там большая часть населения палестинцы, то они пытаются прорваться через границу в Израиль. Но им мешают иорданские полицейские, которые этого не допускают. То есть попытка всего что-то там натворить, она есть. Пока еще не вечер. Поэтому мы еще не знаем, какие будут результаты сегодняшнего дня, пятницы 13-го здесь. И до конца не знаем, хотя в меньшей степени, какие будут результаты дня пятницы 13-го в Авдеевке. Но убить, видите, меня хотят как жители Украины. Россияне, как израильтянина, палестинцы. Удобно, да? О как, двойные виллы. Вот так они выглядят. А вот как описывают эти двойные виллы Андрей Макаревич, наменитый певец и поэт. У всего цивилизованного человечества, в скобках пишет, в скобках Макаревич, еще есть такое. Осталось совсем немного времени на то, чтобы отложить свои левацкие игрушки. И понять, что если Украина и Израиль не победят в ближайшее время, это и будет конец света. И начало тьмы. И меня уже вчера, позавчера все время спрашивают, так что, Третья мировая война? Вот вам Макаревич говорит. Да, Третья мировая война. И да, если не победят Украина и Израиль, это и будет конец света. Он и будет. Тоже сегодня очень много упреков в адрес Израиля вдруг посыпалось. Но это понятно с подачи россиян. Израильтяне сами начали оккупировать территорию. В 1948 году начали. Это вот как, когда на Украину россияне напали, то они рассказывают, что это Украина начала, потому что Бандера. Потому что Бандера. Это же тогда же примерно, да? А израильтяне в 1948 начали. Поэтому сейчас надо, значит, их не поддерживать. Надо сейчас забыть все, что было в 1948 году. Все эти вопросы, такая территория, сякая территория. И какое там государство, где надо, с какой столицей создавать. Это все на потом. Это я сейчас про Ближний Восток. Сейчас Хамас убил 1300, как выяснилось, 1300 мирных жителей. В том числе детей. В том числе то, что с ними делали, опять не буду описывать. Потому что там вскрылись еще подробности, еще, еще, еще. И журналисты описывают все больше жутких случаев. Все, как мы имели после Буча, после Херсона, после Харьковской области, после Изюма. Вот все больше и больше историй, которыми вся эта резня обрастает. Так вот, если Украина и Израиль не победят, если Россия и Хамас победят, то вот это же мы получим по всему земному шару, во всем цивилизованном мире. Поэтому надо отложить все, что было в прошлом. И сосредоточиться на одном. На том, чтобы сейчас победили Украина и Израиль.